Теперь мы рассмотрим достаточно интересный вопрос, то, что касается тех инвесторов, которые пришли в компанию на долгий срок, которые планируют получать выгоду от дивидендов, потому что, в принципе, я общался с большим количеством инвесторов, логика многих ясна, это венчурные инвесторы, которым необходимо быстро зайти в компанию и через некоторое время выйти. Про дивиденды они даже не думают, что это вполне нормально для венчурного инвестора, получать деньги на взрывном росте. Потому что, согласитесь, подумаем вместе, что дивиденды – это удел уже крупных компаний, которые захватили большую долю рынка, у них все в порядке с прибылью, и они часть этой прибыли выплачивают своим акционерам. Там можно доходить до достаточно серьезных сумм. Когда компания осуществляет свое развитие, пусть быстрое, прибыль может идти на захват доли рынка, или прибыль может пока поначалу быть не очень большая. Поэтому венчурный инвестор покупает долю на старте, и когда компания вырастает на 100%, 200%, 300%, 500%, продает, и идет следующий проект. Долгосрочные инвесторы спокойно купили, забыли, ждут, может быть, передают детям своим, родственникам, по наследству, или как-то дарят свою акцию, и спокойно живут на дивиденды. Значит, по поводу дивидендов. То есть, это отдельная, есть такая часть, называется дивидендная политика компания. То есть, мы должны понимать, что руководство компании сидит на таких двух столбах, которые один столб называется, чем больше денег ты потратишь на развитие компании, тем больше ты сможешь захватить рынка. А другой столб, это надо все-таки еще не забывать про акционеров, которые все-таки вкладывали деньги и должны получить от этого прибыль. Надо не забывать о росте акций, потому что стресс на акции регулируется также дивидендами на эти акции. Вот на этих двух столбах нужно обременно балансировать и сидеть. Значит, реинвестирование прибыли, то есть, когда мы берем и дивиденды, то есть, все деньги, всю прибыль отдаем в строительство собственного рынка, на создание рынка, разумно тогда, когда можно посчитать, что на 1 доллар, например, мы получаем 5, 10, 15 долларов возврата для роста компании. В таком случае лучше зарабатывать именно на росте своих акций, когда ты инвестируешь в рынок компании. Значит, если видно, что деньги такого взрывного роста уже не приносят для компании, то можно думать о дивидендах. Мы решили следующим образом. Так как мы обещали для инвесторов выплату дивидендов, мы часть компании Global Transport Investments 30% у нее определи как привилегированные акции. То есть, акции, которые имеют обязательства фиксированные получать минимум 20% от чистой прибыли компании Global Transport Investments. То есть, если владелец 70% акций, это учредитель компании, решает отказаться от дивидендов и все эти деньги реинвестировать обратно в захват рынка, что, в принципе, мы планируем делать первые 10-15 лет для того, чтобы компания активно развивалась, то от этого привилегированный инвестор, инвестор, который пришел ради того, чтобы получать доли в компании, точнее дивиденды, не должен страдать. Таким образом, наши холдинги и учредители, то есть, это Skyway Investment Group, это EURSS Holding, они владеют привилегированными акциями. То есть, на примере EURSS Holding, он владеет 15% в GTI, по обязательству, с обязательством получать минимум 20% чистой прибыли от GTI в качестве дивидендов. А уже в самом холдинге, у всех инвесторов выделена обыкновенная акция, и они решают сообща, какой процент из этого пускать на дивиденды. Так как, в принципе, холдинг создан для того, чтобы впитывать интересы акционеров, у этого холдинга никакой больше иной задачи нет, то все 100% акционеры решают выплатить в качестве дивидендов. Если, например, EURSS Holding решает создать какой-либо проект, то есть, они говорят, мы хотим что-то запустить свое, например, как наши коллеги из SWIG. Без проблем они на собрании решают потратить часть дивидендов на создание компаний, покупку месторождения, например, и в собственном порядке создают проект. То есть, здесь абсолютно демократия, люди могут решать сами, как и в каком виде получать дивиденды. Ну, на примере, вот можно разобраться по цифрам, то есть, снизу мы начинаем, снизу вверх. Адресный проект, он дает прибыль компании Global Transport Investments. Я просто написал сейчас 3 миллиарда долларов, много это мало, не знаю, Siemens получает годовую прибыль, там, ориентировочно 6 миллиардов. Мы делаем бизнес, ну, по сравнению с Siemens, на большой срок, как бы, гораздо больше, поэтому тут можно взять 30 миллиардов, 300 миллиардов. Ну, как бы, здесь у каждого, на сколько фантазии хватит. Моей, видимо, хватило на 3 миллиарда. Значит, дальше, из этих 3-3 миллиардов компания E-RSS Holding, как владелец привилегированных акций, требует свои 20% прибыли. 20% получает 600 миллионов долларов и распределяет их по всем своим акциям. Это получается примерно там по полцента, да, где-то, на акцию. Соответственно, инвестор, который владеет одним миллионом акций, получает... Обращу ваше внимание, это один миллион, который уже после конвертации произошел. То есть, это не тот, который сейчас количество акций, а то, которое произойдет после того, как мы завершим реструктуризацию. Он получает, там, примерно 5 тысяч долларов. Вот. Ну, опять же, да, я ни в коем случае не делаю никакие прогнозы, как это может быть. Да, мы сами понимаем, что это рискованная венчурная тема, поэтому эти цифры просто я привел для примера, чтобы вы там могли потом посмотреть, составить себе формулу и примерно ориентироваться в механизме. Я хочу добавить Виктора, когда он говорил там по получению дивидендов. Дивиденды для акционеров, миноритарев, это и не главное, потому что, ну, как пример Виктор сказал, что, допустим, у вас миллион акций. Выйдя на IPO, ну, вы можете половину акций продать по номиналу, мы будем котироваться по номиналу и получить, допустим, 500 тысяч долларов за половину акций. А на половину акций, на 500 тысяч долларов оставшихся, ну, вы можете получать дивиденды, там, 100 лет. Пока все дороги будут скорее развиваться, жить, и дети, внуки, правнуки будут этим пользоваться. Поэтому, наверное, IPO, это еще важнее, чем для миноритариев, для мелких акционеров, это же важнее, чем получение дивидендов. Поэтому можно сочетать и то, и другое. И такие возможности будут.